Всем привет! Меня зовут Максимилиан. Максимилиан Ранкевич. Раннее-раннее утро. Первое получение. Очень рано, 8 утра, выехал. Еду сейчас на первое кофе, а потом уже на встречу с заявителями. Вот. Всего немного заявителей. Четыре человека получают карту стабо-побыта. Постараюсь показать всех, со всеми взять мини-интервью, но посмотрим как получится. Настроение отличное, очень холодно и иду на кофе. Ну а далее выезжаю в ужин. Все, до встречи в ужин. Друзья, вот иду по любимой нашей улице Маршалковская. Там ужин. Все по традиции. Многие спрашивают, почему нет другого контента на канале сейчас. Ну, отвечу так. Очень мало времени, очень много работы. Но, но, будет небольшой сюрприз. Снимаем сейчас ролик Зюзанны о покупке ее первого карабина на платформе AR-15. Вот. Так как я искушен стрелковым спортом, профессионально занимаюсь им, в Международной Федерации состою, то просто-напросто прийти в магазин и купить карабин, это не для нас. Поэтому мы выбираем винтовку, соответственно, чуть ли не по всей Европе, потому что ее очень трудно найти. Вот. И по этой причине есть определенные сложности. Небольшой расскажу только секрет. Уже летали в одну страну, чтобы купить там винтовку, потому что там есть дилер. Но не получилось. Вот. Поэтому все узнаете чуть-чуть позже. Винтовки тюнингованные, то есть все не так просто, все сложно в этом плане. Сейчас иду встречаться с Сергеем. Сергей уже получал сталый повод. Интервью с ним не удалось снять. Но сегодня забирают его дети карты. И заодно с ним на эту тему пообщаемся. Плюс потом в течение дня еще будет два человека. Вероника и Евгений. Вот. Так же забирают. Постараюсь у них взять пару слов. Вот. Ну, я знаю, что все интервью очень сильно вас поддерживают, мотивируют, заставляют идти вперед. Вот, например, других. И большая благодарность, кто рассказывает о своем пути. Так что вот, уже подходим к ужинду и будем забирать заветные две карты. Сейчас прямо две. Ужин открывается и люди заходят. Самое раннее утро. Вот это вот много-много людей было. И вот люди заходят, а я жду Сергея и его сыновей. Не знаю, с сыновьями он придет или без. Но было бы хорошо, если бы он пришел с сыновьями, чтобы у них тоже взять пару слов. Было бы интересно. А вот и идут наши счастливые обладатели. Вот они, Сергей Хлопаки, честь. Честь. Прекрасно, да. Вот наши счастливые обладатели. Парни, как настроение? Да. Готовы стать частью польского общества? Да. Фактично. Пойдем забирать карты. У нас просто на висках и сейчас будем забирать наши карты заветные. Вот такой вот четверкой уже в Ужинде изобрали, соответственно, волшебные карты. Сергей уже получал. Теперь получили его сыновья. Парни, довольны? Да? Супер. На основании польского происхождения. Вышли из Ужинда с Сергеем, с Михаилом, с Венилом. Вот Сергей уже, как повторюсь, еще раз раньше получал карту. Тогда мы с ним интервью не взяли. А вот сейчас вот как раз оказия получилась хорошая, чтобы это сделать. Сергей, расскажи, пожалуйста, пару слов. Вообще, как нашел нас? Как со мной познакомился вообще? Как получилось? Вон Миша бегает счастливый. Нашел совершенно случайно. Собственно, долгое время собирался податься на карту поляка. Все не мог решиться. И в какой-то момент совершенно случайно увидел пост по поводу того, что можно получить всталый опыт, минуя карту поляка. И уже после этого обратился к Максимилиану. А как нашли? В Ютьюбе искал информацию по карте поляка и набрел на канал Максимилиана. И уже там, посмотрев видео, решил обратиться. И постепенно подошли к тому, что уже надо подаваться документы. Ну, начали сотрудничать. В общем, Сергей написал, посмотрели документы, все проверили. Приехал, подписали договор, подались. Да? Да. Вот. То есть, вот так вот вкратце все это было. Расскажи про собеседование. Сложно было? Собеседование... Сложно скорее психологически, потому что начинаешь после того, как все это учишь, читаешь, в какой-то момент начинаешь заплывать самые простейшие вещи. И на тех вещах, которые лучше всего знал, начинаешь спотыкаться. Причем, ну совершенно, это никоим образом нельзя объяснить, но тем не менее... Загадки человеческой психики, да? И стресс. Да. И стресс. Тем не менее, все прошло положительно. Информация, которая давалась Максимилианам, она была предостаточной. То есть, больше, по сути, ничего не требовалось. Подготовка. Ну, подготовка, собственно, ключевая вещь в этом во всем. То есть, надо, конечно, это все читать. Лучше, может быть, какие-то вещи дополнительно. По некоторым отдельным людям. Нестерство. Обязательно. Почитать. То есть, комплексно подходить. Более расширенно по каким-то событиям. Чтобы в случае, если у инспекторов будет желание, можно было отступить на шаг-другой. Блеснуть эрудицией, может быть, в какой-то момент. То есть, почему я говорю, что нужно, ну, не только по нашим конспектам, но еще интересоваться. Ну, в глобальном смысле интересоваться своей исторической родиной. И для многих это уже будет будущая родина. То есть, дом и так далее. Сергей получил, теперь получили его сыновья. Михаилу вообще супер повезло, потому что ему 17 лет. Это вообще он прошел по бровочке, так сказать. Расскажите про будущие планы. Ребят. Миш. Миш. Расскажи тоже про будущие планы какие. Может быть, у тебя в Польше есть. Если все получится переехать сюда. Так. Куда он видится? Учить кто-нибудь хочешь? Да, архитектор. О, вот это вот архитекторы нам нужны. Архитектор нам нужны. Сергей, а у вас? Ну, собственно, следующий большой шаг – это получение гражданства. Так. Для всех троих. А сама репатриация? Сама репатриация сейчас все будет зависеть от, собственно, поступления в университет. Сына, да, старшего. Да, потому что в любом случае пока его нельзя оставлять, ему надо доучиться. Ну, все верно. А потом уже будем… Будем двигаться в этом направлении. Пишем язык. Да, все правильно. Готовимся к сдаче языка. Да, 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 нужно обязательно. Сергей уже дал контакт, соответственно, по которому он не связался. Пока нет. А надо связаться. Да, обязательно. Да, обязательно связаться и уже учить усиленно-усиленно язык. Сергей, слушай, напутите всем вот сомневающимся, думающим, вот те самые важные слова, как мы без камеры, ты говорил, что вот процесс серьезный, доверие, так далее. Процесс серьезный, надо довериться, надо положиться. Тем более, что, ну, уже мы далеко не первые. Уверен, что далеко не последние. Но, тем не менее, решиться в какой-то момент может быть сложно, потому что все-таки вопрос серьезный и довериться кому-либо просто так сложно. Ну, я доверился, и я рад этому. А по каким признакам ты понял, что можно это сделать, с учетом такого большого количества, ну, обманщиков там, наверное, вот этого? Ну, я даже не знаю, назад, потому что мне это трудно назвать, потому что у нас этого вообще нет, как бы у нас это не принято. Не, ну, это не принято, да, но, тем не менее, это есть, и от этого никуда не деться. Ну, в данном случае, отчасти, наверное, положительные отзывы других людей, а отчасти просто желание все-таки это сделать, и поэтому здесь ищешь человека, которому он сможет довериться. В данном случае я Максимилиану смог довериться, и об этом ничуть не жалею, я рад, что все так сложилось. Благодарю и вас. Ну, друзья, у нас годы работы, это все можно отследить по телеграмму, можно отследить по ютубу и так далее. То есть все, это вы увидите там, массу людей, чаты, все переписывайте, всегда можно кому-то написать, спросить, и вы все поймете. Все, а мы пойдем сейчас уже дальше. Вот, Сергей пойдет, наверное, сыновейно отмечать свое получение карт. Ну, а мне еще сегодня предстоит две встречи для получения еще одних карт. А еще один важный момент, Сергей также уже подготавливает и делает документы, что правильно, не теряй ни одного дня на гражданство на Польском, чтобы уже через год на него податься. Так что я думаю, что мы уже еще скоро встретимся, когда будет получать паспорт. Все. Очень желательно. Всего лучшего. Честь. Парни. Честь. Честь.